Участников праздника встречали духовой оркестр «Подмосковные вечера» под руководством Шамили Насырова и воспитанники историко-патриотического клуба «Генерал». Ребята разбили импровизированный лагерь перед входом в волейбольный центр, имитирующий полевой госпиталь. Главный зал спортивного комплекса в этот день был полон. Около трех тысяч гостей пришли на праздник. Вначале с теплым приветствием к ветеранам, а они самые почетные желанные гости, обратились Александр Гусев и Татьяна Одинцова. Уважаемые жители Одинцовского района, уважаемые гости Одинцовского района, уважаемые и дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые и дорогие участники Великой Отечественной войны, Сегодня, 5 мая, мы все становимся свидетелями гала-концерта, эстафеты поселений, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Символы эстафеты торжественно были переданы в руки Андрея Ткачука, руководителя Одинцовского историко-патриотического клуба «Генерал». Татьяна Одинцова от имени главы района Андрея Иванова поздравила всех присутствующих с наступающим днем Великой Победы. Действительно, это очень серьезная и ответственная миссия. Она была поручена нам, главой Одинцовского района Андреем Робертовичем Ивановым, сделать так достойно эту эстафету, чтобы никому не было стыдно. Стыдно не было за отношение к ветеранам, к участникам Великой Отечественной войны. Чтобы не в преддверии 9 мая мы вспоминали наших дорогих и любимых ветеранов, а чтобы с ноября месяца мы вспомнили действительно их жилищные условия и сделали шерство над нашими ветеранами, чтобы узнали о каждом подвиге каждого ветерана Одинцовского района. Концертная программа началась с уникального музыкального проекта театра Натальи Бондаревой. Исторические миниатюры «Небесная гвардия» готовились в качестве подарка жителям Одинцовского района к всенародному празднику. На большом экране демонстрировалось лазерное шоу, в котором художественно отразился героический путь наших воинов, начиная с древних времен. Мы очень рады за нас, за нашу победу, за 70-летие, то, что мы выжили во время войны, то, что мы сейчас живем. И от всех детей войны, которые пережили голод, холод, понимаете, и сейчас вот сидим. Нам уже больше по 75 лет, 80, но мы еще живы. Праздник очень важный, очень большой. И чем больше времени проходит, тем больше мы начинаем задуматься, что было, что было пережито, что происходило тогда. И нужно с величайшим уважением относиться к тому, что сделали для нас те люди, которые тогда воевали, трудились в тылу, дети, которые росли в то время, в каких условиях, и что могли все-таки выйти из этого положения, сплотиться. И это еще раз урок нам, что только сплоченное государство, сплоченные люди могут совершать великие дела. С праздником всех! Праздничный проект Наталья Бондарева посвятила 46-му таманскому гвардейскому женскому авиационному полку ночных бомбардировщиков. Именно в этом легендарном подразделении служила и наша землячка, жительница Одинцовского района Ирина Дрягина. Буквально на повал сразила зритель и победитель проекта «Народный артист-2», участник Евровидения 2008 Руслан Олехно. Во время звучания его композиции у присутствующих наворачивались на глаза слезы. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях с молоком слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Организаторы праздника справились со всеми поставленными задачами. Концерт получился очень душевным, трогательным и зрелищным. А закончился он майским вальсом, под звуки которого все закружились в танце. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».